Приветствую вас, Вера. У вас несколько вопросов, судя по тому, что вы пишете. И я думаю, что мы ответим на них по порядочку, вот, дабы нам не смешивать всё воедино. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы спрашиваете, как грамотно и правильно отвечать людям, которые пытаются лезть вашу карьеру и вашу личную жизнь. Ответ на этот вопрос будет, наверное, звучать примерно следующим образом, что я не знаю, я не знаю как, потому что это ваша жизнь, это ваши ответы и как отвечать вам, мне кажется, можете, ну, как отвечать, можете знать, в принципе, только вы. То есть никто не может, никто не может знать, как отвечать на то, когда люди лезут к вам, ну, вашу личную, как вы говорите, жизнь. Вот. Я думаю, что здесь у вас есть попытка заменить свою жизнь. Нашу жизнь, мне кажется, это не очень хорошо по отношению к вам, не очень гуманно по отношению к вам. Вот. И мне кажется, что, ну, как минимум, мне кажется, что вы достойны большего, я думаю, что вы с этим точно-тоже согласитесь, вы согласитесь, я надеюсь, с тем, что вы достойны того, чтобы жить своей жизнью, а не жизнью других людей. Поэтому, как отвечать вам, выбирать, как вам отвечать в таких платах, выбирать только вам. Я не думаю, что мы можем что-то здесь рекомендовать. Но единственный способ, который я знаю, как отвечать таким людям, это быть честным с собой. То есть, быть честным, это значит, что, ведь все люди, они, как мне, кажется, все люди по-разному могут лезть в вашу жизнь. Кто-то это делает в одном контексте, кто-то это делает немножко в другом контексте, вот. И мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что важно, очень важно, этот контекст учитывать. Учитывать контекст, в котором это происходит. И отвечать в соответствии с этим самым контекстом. То есть, кому-то вам хочется ответить, может быть, более грубо, кому-то вам, кому-то хочется ответить, более, как-то еще. Вот мне кажется, что это и может быть ответом на ваш вопрос. То есть, мне кажется, что быть честным с собой, это лучше, что вы можете сделать. Я не знаю другого способа. Но вот научиться слышать себя, слышать то, что вам подказывает ваш, ну, к примеру, ваш, допустим, свет. Слушай, слышать то, что оно вам говорит, слышать то, что оно вам пытается сказать, вот. Научиться этому не так просто. И это то, чему может научить вас психолог. Точнее, чему вы сами сами можете научиться вместе с психологом. Вот это, мне кажется, куда более такой, знаете ли, реалистичный сценарий, вот. Чем, если мы вам будем пытаться, пытаться давать какие-то ответы с точки зрения тех или иных концепций, с точки зрения тех или иных позиций. Как сделать так, чтобы они не следили за мной, не за моими изменениями, движениями, не критиковали, не обсуждали мою жизнь. Кажут успешные люди, которые думают только о своей жизни. А никак. У вас, мне кажется, есть элисия, что можно находиться в обществе и быть изолированным. Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что это сделать вообще невозможно. Невозможно, ну, невозможно быть среди людей, да. И не сталкиваться с завистью, не сталкиваться с обсуждением, не сталкиваться с агрессией, не сталкиваться с какими-то еще моментами. Ну, это сделать невозможно, потому что мы живем среди людей. Вот. Другое дело, что вы не имеете, и вы пытаетесь, вы пытаетесь от этого уйти, но это не решает проблему. Это не решает проблему вашей, как бы, болезненности. Этого. Вот. И это лишь только увеличивает градус вашей борьбы, как мне кажется, градус вашей борьбы самой с собой. Потому что, ну, здесь вы пытаетесь бороться сам с собой, да. А здесь вы, как бы, стараетесь удержать вот ту картину мира, которую вы считаете единственной верной. То есть, условно говоря, вместо того, чтобы обращаться с этими реакциями, взаимодействовать с такими людьми, да, и учиться обращаться с собственной реакцией на это, с собственной болью, например, если она есть, или с собственным раздражением и так далее, вы пытаетесь этого избежать. Это не решает проблему. От слова совсем. Вы говорите про границ. Вы говорите про личные границы. И мне кажется, что одним из самых эффективных способов, которые вообще, вот, может быть, установить границу. Показать людям, ну, что с вами как-то нельзя показать людям, что с вами, ну, можно уважать. Взаимодействовать, вот, только на некотором уровне, да. А единственный способ, который есть, опять же, единственный способ, который, например, знаю я. Это влость. Влость, влость, это, на мой взгляд, самый лучший способ обозначить свои границы. Конечно, влость бывает разной. И, конечно, влость бывает деструктивной. Но бывает злость и конструктивная. Бывает, когда по-другому невозможно. Вот мне кажется, то, что вы делаете со своей злостью, то, что вы делаете со раздражением своим, является здесь очень важным. И умение правильно и конструктивно для себя обращаться с этими чувствами. Даст вам тот самый ресурс, который вам так необходим для того, чтобы, ну, достичь вот того результата. Но это результат, который, которого, точнее, вы, я бы сказал, не сможете добиться на такой постоянной основе. Это тот результат, который вам нужен. Это тот результат, который снова и снова будет необходим вашей жизни. Потому что будут появляться разные люди, новые люди. Вот. И вам будет, конечно же, нужно снова и снова это делать. То есть, вы хотите себя, как мне кажется, раз и навсегда обезопасить. Но это невозможно. Понимаете? Вот. Я думаю, что у вас, вот, в принципе, немножко такая нереалистично оторванная от реальности позиция, да? Нереалистично оторванная от реальности концепция. Вот. Вот. Которая вы пытаетесь следовать. Но она невыполнима, к сожалению. Вот. К большому моему сожалению, она невыполнима. Вот. Нет, вы можете, знаете, вы можете, вне всякого сомнения, вы можете пытаться, вы можете пытаться достигать. Вот. Но я не знаю случаев, я не знаю моментов, вот, когда бы это было бы, говно. Успешно. Когда бы это было конструктивно. И когда бы это не, ну, не тратило бы огромное количество ресурсов человека. Мне кажется, что, по большому счёту, по большому счёту, мне кажется, вы стараетесь избежать чего-то, что вам больно, чего-то, что вы не уверены, чего-то, на что люди вам показывают. И где вам неприятно, где вам тяжело, где вам болезненно, если угодно. Вот. И вы хотите этого избежать. Я говорил об этом, знаю. И хочу сказать об этом ещё, что таким образом вы не решаете проблему. Решить проблему можно только приняв то, что нет у вас, и то, что есть у, ну, условно говоря, у других людей. Другого способа разрешить вашу проблематику я не знаю. То есть общее направление, которое я хотел бы дать, это направление в позиции быть собой. То есть вот, быть в таком динамическом равновесии, если угодно. И тогда всё будет получаться. Сейчас, когда вы пытаетесь найти какой-то, ну, какой-то вот способ, вот. Сейчас, когда вы пытаетесь найти какой-то уникальный, универсальный способ решения своей проблемы, вы тратите на это огромное количество своих ресурсов. Это вам, это вас только лишь истощает. Вы пишите грамотно, т.е. не просто ответить, а грамотно. Я хочу ответить грамотно, говорите вы. Ага, именно грамотно. Что такое грамотно? Это как правильно. Ну, на самом деле правильного нет. Ничего. Т.е. вот, ну, ответить правильно, да, невозможно. Ну, прям, ну, прям, потому что универсальных каких-то таких решений нет и быть не может принцип. Вот. Поэтому вот то, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что, по моему мнению, вы движетесь в очень, к сожалению, тревожном направлении. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вы движетесь в очень тревожном направлении в контексте решения своих проблем. Вот. Вот. Мне кажется, так здесь можно сказать. Вот. Это тот ответ, который я могу вам дать. с позиции психотерапии, вот, с позиции своего опыта. Вот. И в позиции того подхода, который у меня есть. наиболее гуманный, наиболее адекватный, наиболее теплый по отношению к людям. Это, это не значит, не значит, что вам, вот, сто процентов, вот, может пройти. Вот. Но я хотел бы, чтобы вы хотя бы об этом подумали. Вот. А между, что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что вы просто пытаетесь найти лёгкий способ. Лёгкий способ достижения, ну, своей цели. Вот. Вот. Вы думаете, что есть какое-то вот решение, да, есть какой-то ключик к этому, в этом, в этом решении. Вот. А найдя который, вы решите свою проблему. Нет. Но это так, это, к сожалению, не работает. Вот. Поэтому, решение уникальное, индивидуальное, индивидуальное для вас. А, лучше всего, найти и выработать именно для себя. Которое наиболее полно отражало бы то, какая вы есть. Но самое главное, не просто отражало бы то, какая вы есть. Согласитесь, это совсем... Эм... Ну, это, согласитесь, совсем не то же самое. Эм... 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 О чем вы говорите? И это сложнее, да? Безусловно. Эм... Безусловно, это сложнее, да? Безусловно, но зато на выходе... Эм... Эм... Вы получите... Эм... 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 Качественную... Эм... 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 Если вы будете ей искренне следовать, то не все, только позитив и плюс. Вот. Такая вот история. На этом, пожалуй, я думаю можно уже закончить. Мне кажется, что в принципе я достаточно вам раскрыл суть того, что пытался донести. Вот поэтому надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, какую-то обратную связь вы постараетесь дать, потому что это важно. Важно в смысле, чтобы вы дали на самую обратную связь. Важно, чтобы вы озвучили свой отклик на мой вам ответ. Я надеюсь, что с этого отклика, с формирования отклика начнется терапевтическая работа на терапии, а значит и начнутся вашим изменениям. Я не знаю вас, может быть никогда я не узнаю, но рискну предположить, что вы человек, который довольно много себя обманывает. Это связано с тем, что будучи такой вот достаточно чувствительным, да, будучи достаточно чувствительным и будучи достаточно ранимым, как мне кажется. Вы стараетесь позиционировать себя больше как, ну как, такую жесткую, такую может быть рациональную женщину. Вот. И мне кажется, это не самая лучшая позиция, это не самый лучший путь, который у вас может быть, потому что, ну вы можете, в принципе, как мне кажется, вы можете быть более счастливы в своей естественности. Если вы, конечно, научитесь ее использовать. Потому что понятно, что это не то, что приходит сразу. Это то, что приходит через определенную практику. Это то, что приходит через определенную работу. то, что приходит через определенную, ну, через определенный такой этап, через определенный промежуток, временный, вот. Так что, так что подумайте, хотите ли вы этим заниматься, вот, тем, о чем я говорю, вот, и если да, то не затягивайте, обращайтесь на терапию, вот, это будет гораздо эффективнее, чем то, что вы пытаетесь сделать сейчас, там, что сейчас вы пытаетесь просто от проблемы убежать. Вот, такой ответ, я надеюсь, что это все было вам полезно, вот, я желаю вам удачи, я желаю вам принятия верного решения, я надеюсь на ваш отклик, вот, удачи вам, всего самого доброго. Доброго.